Итак, капитальный ремонт дороже нового строительства. Ну, очевидно, нужно сносить старое, строить новое. Но если капремонт можно сделать в ближайший год-два, а стройка даже не на горизонте планирования, то выбор, конечно, становится сложным. Ведь в ветхом доме живут люди. Итак, как и когда будут капитально ремонтировать наши дома? Обсудим сегодня. Мы находимся в городе Луга, на улице Победы, дом 2А. Вот это наш дом, которому более 100 лет. Проходя мимо, совсем и не скажешь, что здесь живут плохо. С виду здание даже чем-то напоминает элитный современный лофт. Но дьявол кроется в деталях. Вернее, внутри дома. В таком состоянии у нас крыша. Всё разваливается, сквозные дыры. Всё течёт, и всё течёт нам на голову. Вот такие. Всё может рушиться в любой момент. Это крыша, которая сгнила полностью. Кирпичный дом на улице Победы на самом деле бывшая казарма 24-й артиллерийской бригады императорской армии. В 60-х дом перестроили под общежитие и заселили рабочих местной обувной фабрики. За сто лет не только крыша сгнила, но и полы в коридорах и комнатах прохудились. С потолков падают куски перекрытия и кирпичей. А ванные комнаты, где до сих пор можно ощутить казарменный дух, покрыты слоем грибка и плесени. Как говорят местные жители, власти не раз в частных разговорах признавали, дом лучше снести, чем отремонтировать. Но в прошлом году комиссия по оценке аварийности вновь признала здание пригодным для жилья. И включила его в программу капремонта с 2019 по 2023 год. Планируемые работы – кровля, фасад, электросети, водоснабжение, фундамент. Ничего из этого перечня пока не сделано. Хотя год уже прошел. Это понятно, почему не начинается капитальный ремонт. Потому что денег на этот капитальный ремонт нужно немерено. Для того, чтобы переоборудовать весь дом. Жителям дома в историческом центре Выборга повезло чуть больше. Их старый дом, где когда-то располагалась одна из лучших книжных лавок Выборга, тоже требовал серьезного ремонта. Фасад был в таком состоянии, что казалось, здание уже не спасти. Но чудо произошло. По программе капремонта усилили фасад, укрепили кирпичную кладку, восстановили штукатурку. И дом получил вторую жизнь. Это хороший пример, который будет показывать, как Выборг будет реставрироваться дальше. А этот дом как раз является, наверное, одним из первых результатов хорошо проделанной работы. Когда и проектная документация была сделана корректно, и подрядчик вышел. И в течение одного теплого сезона мы смогли сделать и крышу, и фасад, и подвал этого дома. В ближайшие три года в регионе планируется отремонтировать более трех с половиной тысяч многоквартирных домов. Алексей Спиричев, Алексей Бюров, ЛЕН-ТВ-24. Итак, студия 1. Сегодня мы беседуем с управляющим фондом капитального ремонта Ленинградской области Андреем Воропаевым. Андрей Леонидович, здравствуйте. Рад приветствовать Вас в нашей студии. Здравствуйте. В общем, привет. Ну, мы, видите, вот так по-журналистски очень сделали и разбили сюжет на две части. Позитивный и негативный. Ну, вот давайте в том порядке и пойдем, в котором было в сюжете с негативного примера. Ну, ужасающая картинка, согласитесь, да, в общем-то. Понятно, что дом давно пора ремонтировать. И вот как раз, мне кажется, этот дом из той серии... Вот вопрос, который поднимался в начале месяца, когда приводило правительство Ленинградской области депутатам законодательного собрания цифры о том, что дешевле снести, построить новое, нежели капитально ремонтировать. Но, я так понимаю, что этого сделано не было. Вот, давайте, можете объяснить эту ситуацию? Ну, если смотреть со стороны капитального ремонта, я только так могу смотреть и объяснить ситуацию. Вот мы приступаем к капитальному ремонту и видим, что стены дома уже настолько развалились, что туда штукатурка просто не ляжет. И вкладывать туда какие-то средства, в этот ремонт, ну, просто нецелесообразно. Мы понимаем, что ремонт, который мы делаем, это на 25, может быть, там на 30 лет, плюс там еще инженерные сети, которые тоже нужно менять, в конце концов. И если мы начинаем ремонтировать, а дом дает просадку, эти инженерные сети, они просто придут в негодность. Поэтому, вот, как я считаю, что если несущие конструкции выработали свой срок службы, и осталось там 5-6 лет, ну, 7-8 дому до, так скажем, до его кончины, ну, назовем это так, то смысл от этого ремонта, ну, он фактически теряется. Тут доводы, доводы-то, аргументы-то убедительные вполне. Там другая история, насколько я понимаю. Когда в законодательном собрании рассматривали, ну, они что же, не сумасшедшие, да? Вот. Там довод был следующий. Программа расселения аварийного и ветхого жилья, она сформирована, если я не ошибаюсь, до 2025 года. И таким образом получалось, что если мы вот этот дом, например, который запланирован капремонт 2019-2023 год, да, исключаем из списка капремонта, то людям как минимум еще 7-8 лет придется жить в тех условиях, в которых они живут, потому что переселять их некуда. И здесь, видимо, из двух зол выбрали, трудно сказать, время покажет, меньше или больше. Мое мнение, что здесь, скорее всего, нужно рассматривать какую-то, может быть, отдельную программу поддерживающего ремонта для того, чтобы поддерживать его состояние в том состоянии, в котором, ну, неправильно сказал немножко, в том состоянии... Ну, не в том, в состоянии, пригодном для жилья, и причем не на бумаге, пригодном для жилья, фактически. И, может быть, средства, которые собирает этот дом на капитальный ремонт, как раз пускать вот на эти средства, на эти цели. Вот мы с вами заговорили, знаете сейчас о чем? Мы заговорили о какой-то некой, может быть, даже оптимизации работы. Потому что одно дело... А она должна быть, потому что деньги, которые собираются, они идут котловые. Это деньги, которые собирает вся Ленинградская область. И тратить на этот дом, это получается брать с какого-то другого дома и тратить на этот дом деньги, которые... Гораздо больше. Это тоже неправильно, я считаю. Я сейчас, знаете, в принципе, говорю, мне кажется, вот эти вот процессы, связанные с фондом капитального ремонта, связанные с расселением ветхого аварийного жилья... Это, к сожалению, не мой вопрос. Нет, я знаю, что это не ваш вопрос, но они увязаны. В данном случае в луге увязаны. Я к тому веду, что они все-таки должны как-то развиваться, эти процессы. Они должны, мне кажется, меняться. И в них сейчас практически не заложено никакой дельты для оперативного реагирования. Это как раз работа для законодателей. Поэтому они должны подумать. И мы какие-то, наверное, комментарии тоже можем дать в этом отношении. Слушайте, а кто, если не вы? Вы на земле работаете. Мы можем, да. Мы, в принципе, и как бы настаиваем на том, чтобы как раз такие дома исключить, по крайней мере, из капитального ремонта. И, ну, не настаиваем, мы предлагаем, чтобы их исключили. Потому что, ну, нецелесообразно. Нет экономической целесообразности. Деньги решают в наше время, к сожалению, все. Дома стареют раньше, чем мы ожидаем. Если их не поддерживать и не тратить деньги на поддержание этих домов, то, ну, фактически мы потеряем. Ну, понятно. Слушайте, у нас, ну, мы знаем с вами, что у нас, к сожалению, так сложилось. Многие, конечно, кивают там 90-е. Мне кажется, и до 90-х было. У нас капитальный, да, у нас в текущем было не очень. Если бы на текущий выделяли соответствующие средства, которые... Уж не мне вам, как профессионал ЖКХ рассказывать. Если бы на текущий ремонт выделял достаточно денег, глядишь, капитального сейчас надо было бы гораздо поменьше. И, глядишь, может, проблема хрущевок бы в стране не так стояла бы. К сожалению, мы столкнулись с тем, что и сейчас на текущий ремонт, но не видим мы этого текущего ремонта от управляющих компаний. Они, в принципе, должны поддерживать дома в работоспособном состоянии до капитального ремонта. Но когда приходим уже на ремонт, мы видим, что... А вот давайте сейчас мы с вами разделим, что такое капитальный ремонт и что такое текущий ремонт. У нас есть общечеловеческое некое представление, да, общегуманитарное, назовем это так. Но я боюсь, оно не то чтобы далеко, но не совсем совпадает с реалиями, в которых работаете вы. Ну, по закону, по федеральному закону и по областному закону 82-му, мы должны делать капитальный ремонт за исключением несущей конструкции. Это сети, это фасады, это кровли, это подвалы, это, ну, в конце концов, подъезды парадные. Ну, подъезды, это что, это отделка покраской или это там, извините, замена лестничных пролетов? К сожалению, бывает и такое, что лестничные пролеты тоже выходят из строя. И это замена льфтового оборудования тоже туда входит. Вот это основные виды работ, которые мы осуществляем. Какие тогда претензии, у вас есть претензии, я понял, какие у вас претензии по ремонту текущему, что не делается? Ну, вот как пример, допустим, я могу сказать, что когда выходим на ремонт кровель, кровель ремонтируется, ну, скажем так, не то что безобразно, они ремонтируются. Но слой культурный, который возникает в состоянии ремонта, это просто наплавление мастики битумной, который осуществляется годами. И 10 сантиметров этого слоя, после этого мы вынуждены просто снимать все, этот слой мастики. Вы сейчас имеете в виду вот эти мягкие кровли, да? Да, мягкие кровли, ну, как бы это удорожает и ремонт, и фактически, ну, неправильно это по технологии. Слушайте, ну, вот тут, знаете, я вам скажу, тут какой-то вот странный, это замкнутый круг, вот наша реформа ЖКХ, она как стартовала, так куда-то вот идет и идет. Нам долго говорили, что мы собственники, нам долго говорили, что собственники это не только права, но и обязанности. И мы все вроде это знаем и так далее и тому подобное. И кто должен контролировать текущий ремонт, если не жители этого дома и предъявлять претензии к правлящей компании? Конечно, они хозяева своего дома. Если они видят, что где-то, допустим, ливнесток, который сломался, вот, ну, если смотреть на картинку, он сломался и вода тещет по стене дома, то, естественно, они должны обратить на это внимание, потому что стена этого дома... Она промокнет, а зимой замерзнет и не треснет. И все разрушится. И они знают, что это потом будет у них в квартире холодно, это будет сырость, это будет плесень. И сразу же сигнализировать и говорить о том, что это нужно сделать. К качеству капитального ремонта мы еще с вами вернемся. Мне сейчас очень интересно все-таки на качество ремонта текущего остановиться. К качеству капитального мы вернемся через пример Выборга. Мы показали позитивный, но эта история предшествовала. Там долго негативная история. Вот об этом чуть позже. Итак, есть ли универсальная, на Ваш взгляд, универсальная причина низкого качества текущего ремонта? Мало денег, долги по ЖКХ или еще какие-то? Или не бывает двух одинаковых ситуаций? Ситуаций, к сожалению, много, но мы, когда садились, анализировали тот брак, который мы сами совершаем, потому что я касаюсь только себя, могу анализировать только те работы, которые осуществляем мы. И я понял, что основной брак начинается именно с начала, то есть с момента определения вида работ. То есть когда мы выходим уже по краткосрочной программе, мы начинаем, допустим, делать фасад. Но при этом, после того, как уже начинаем, приступаем к ремонту, видим, что кровля не в идеальном состоянии. И та вода, которая течет с этой кровли, течет уже по нами от ремонта. Вы сейчас говорите об управлении. Это как раз планирование ремонта, это составление краткосрочной программы. И пути этого решения мы, в принципе, уже нашли. Мы с губернатором как бы обсудили, комитет ЖКХ поддержал. И мы решение этого вопроса уже имеем. Мы знаем, как выйти из этого положения. Вот мы сейчас, знаете, к какому вопросу подходим? Вообще, не буду скрывать, меня подкупает, что вы говорите о недостатках, говоря «мы». Ну, потому что так и должен поступать настоящий начальник, когда он говорит «мы». Знаете, я вырос в небольшом городе. Но этот город долгое время получал звание «самый благоустроенный город» в своей весовой категории и так далее. Потом, с приходом 90-х и там нулевых, и дальше продолжалось, в этом городе стало гораздо хуже жить. И именно вот в плане вот в бытовом, визуальном там и так далее. И мне всегда казалось, что дело не только в деньгах. И приходилось слышать, что профессионалов в сфере ЖКХ осталось очень-очень мало. Это действительно так? Или мне кажется? Нет, я думаю, что это не так. Мы общаемся с местными администрациями. Там действительно работают профессионалы. Они действительно заинтересованы в том, чтобы все было нормально. Но здесь касается вопрос и местной власти. Потому что вот буквально недавно я был в городе Шлиссельбург. Была рабочая поездка губернатора. И я перед этой рабочей поездкой прошел по тем адресам, которые мы должны будем ремонтировать уже в этом году, в следующем, в 20-м. И посмотрев эти дома, мне сразу же бросилось, что местная власть, ну она не особо как бы обращает внимание на то, что у них сейчас в городе творится. То есть не выкашена рядом с домом, отмостка, она разрушена, или ее вообще нет. Так я вам про это и говорю. Это от нехватки внимания. Это картина Шлиссельбург, которую вы сейчас понимаете. Мы ее можем спроекцировать на 10, 20, 30, 40 городов. Это не Ленинградской области, но страны. Это не так. Я очень много езжу по региону. В Ленинградской области нет, но в стране такое, да. Я именно по Ленинградской области говорю. Я очень много езжу сейчас по региону. И могу сказать, что в принципе картина изменилась. Мы идем... Это вопрос не профессионализма, это вопрос отношения. Вопрос отношения именно местных властей, так скажем. Вот это опять же вопрос, и опять же местных жителей, которые выбирают эти местные власти. Сейчас у нас тоже это выборная должность все. То есть они должны выбрать человека, который смотрит и следит за этим. Если они видят, что, извините, вытоптан газон, а трава в нашем северном регионе почему-то пожжена солнцем еще в позапрошлом году, то, по крайней мере... Так оно и есть. Ну так, ну да. Нужно идти и требовать у местной власти. Хорошо, давайте сейчас перерыв сделаем небольшой. На рекламу вернемся на ЛЕН-ТВ 24. Это программа Студия 1. Продолжаем, обсуждаем будние реалии капитального ремонта в Ленинградской области. Давайте к Выборгу вернемся. Там мы показали в сюжете очень позитивный пример на улочке, которую знают далеко за пределами. И Выборга, и Ленинградской области, в общем-то. Но мы знаем, что это предшествовали негативные публикации. Даже в федеральной прессе наши коллеги делали. Были огромные нарекания по качеству. Мы немного этой темы коснули. Что там случилось-то? Случилось то, что, можно назвать, недобросовестный подрядчик в 2018 году фактически бросил эти объекты. И мы вынуждены были расторгнуть с ними договор для того, чтобы закончить ремонт. И второй по контракту, тот, кто шел уже вторым по торгам. Мы с ним заключили этот договор. И получилось так. Скорее всего, я думаю, что он финансово не смог подхватить то знамя, которое он должен был подхватить у падающего бойца. Я так понимаю, мы сейчас с вами про сферу госзакупок говорим. У нас про нее отдельная программа была. Да. Здесь по закону мы обязаны поступить так. У нас другого пути решения нет. Но хочу сказать, что мы в принципе работы, которые сейчас там делаются, мы все равно не примем с плохим качеством. Мы заставляем подрядчика по два, по три раза отбивать штукатурку, которую он нанес. Потому что мы понимаем, что это объекты культурного наследия. И мало того, здесь же... Да, выборка это специфика. Если можно, извините, это дом и дом. Да, если там где-то штукатурка одно отношение, то здесь свои материалы, здесь свой декор, здесь своя лепнина, которую нужно не то что восстановить, а сделать так, как было это раньше. Мы знаем отличную разницу между ремонтом и реставрацией. Это и в деньгах, и... Плюс к этому мы увидим, в каком состоянии, если фотографии смотреть старые, мы видим, в каком состоянии кладка. Кладка, на которую нужно нанести эту штукатурку. В некоторых местах в никаком. Да, никакая. То есть приходится изымать полностью почти кладку, то есть вышлинку делать. Мы видим даже, что там где-то снаряды куда-то попали. То есть это приходится тоже восстановить. Старый кирпич, который восстановлены... В подрядчиках или в том числе, что вы говорили, в отсутствие опыта или умения организовать работу изначально. У нас есть и положительный пример подрядчиков, есть и отрицательный. Вот сейчас, в частности, мы еще сдаем два дома, то есть два фасада. Один подрядчик, он, в принципе, говорит, что я не успею до Нового года сделать штукатурку, потому что... Ну пусть сделает хотя бы, если качественно. Нет, он ее сделает, но поскольку там все-таки свои технологические процессы, это надо, чтобы высохло, они там меряют влажность. Ну понятно, накрывают все это тепловыми пушками, нагнетают. Да, тепловыми пушками, они меряют влажность самой штукатурки, потому что если на мокрую штукатурку покрасишь, нанесешь какой-то элемент, то она просто отскочит. Поэтому мы за этим следим, отслеживаем. У нас тройной или четверной контроль, мы плохого качества не примем. И поэтому это удлиняет срок как раз того ремонта, который сдача. Я так понимаю, что вы еще какую-то работу провели над вот этим, вот то, что вы вначале говорили, над планом ремонта, вот эта организация плана ремонта. Значит, мы сейчас у себя организуем отдел обследования. Этот отдел обследования, это его функции. Наверное, нулевой цикл, так скажем. Нулевой цикл, это определение как раз порядка работ, с чего нужно начинать. Потому что когда местная администрация считает, что нужно сделать краску, то есть отремонтировать фасад, а мы видим, что надо начинать с фундамента, мы будем как раз настаивать на том, чтобы именно изменить порядок и вид работ. Потому что вот сейчас, допустим, мы ремонтируем сейчас фасады в том же городе Выборге, но не отремонтированные фундаменты, по которым поступает вода, они сосут эту воду фактически. Пойдут трещины. И трещины. И трещины. У нас фактически первый этаж начинает, уже начинает отсваиваться. Но это наши гарантийные работы, мы их выполняем. Но это же опять же подрядчик, это траты. Ну это деньги из общего котла, в который вкладываются. А, нет. Здесь это гарантийный ремонт, мы этого не касаемо. А, гарантийный ремонт на подрядчике. И я хочу успокоить жителей, что даже то, что они видят, что мы 3-4 раза заставляем их отбивать эту штукатурку, это, в принципе, это не их деньги. Это деньги, которые заложены были изначально на капремонт. Лишние копейки они за ремонт не получат. Ну потому что, да, потому что я знаю, что были там какие-то казусы, когда действительно крыша течет, приходят подвал ремонтировать. Ну какого у людей будет еще отношения, кроме, скажем, недоумения, да, с соответствующими крепкими словами. Давайте, может, напомним просто вообще суть капремонта. Вообще, где аккумулируются деньги? Мы же платим с квадратного метра. Где аккумулируются вот эти деньги? То знаете, тут целый комок вопросов, да? И может ли, как могут сами граждане, там в виде ТСЖ еще как-то, или управляющие компании повлиять на ход капитальных ремонтов, на выбор тех или иных работ, чтобы таких казусов не было? Значит, могут повлиять деньги. Деньги аккумулируются, у нас два вида аккумулирования средств. Это котловой счет, это общие деньги, которые собираются, если, как бы, жители дома решили, что они должны быть на котловом счете. Котловой счет это что значит? Котловой счет это основной вид средств сбора денег. Это деньги, которые собирают, ну... Фонд капремонта. Фонд капремонта, да, да. Есть второй путь, это спецсчет, это если жители решили, что они готовы сами заниматься сами капитальным ремонтом, они собирают эти деньги на свой спецсчет, открывают счет в банке. И, в принципе, они могут сами устанавливать себе плату за капитальный ремонт не ниже, чем она установлена правительством Ленинградской области. Чтобы популизма не было. Да. И могут установить ее больше, значительно больше. Есть такие примеры? Есть такие примеры. И тогда они могут... Это элитное жилье какое-то очень? Или это просто... Сейчас на котловых счетах, как правило, идут дома, которые введены в эксплуатацию недавно. Ну, потому что, в принципе, маленькие дома, они невыгодны. Это понятно каждому, что маленький дом никогда не накопит на капитальный ремонт. И поэтому они все в основном у нас на котловом счете. А я, насколько помню, в начале всей этой истории, когда организовывались фонды капитальных ремонтов во всех регионах, и в Петербурге, и в Ленинградской области, и во всех регионах, там же был какой-то процесс, что сколько-то процентов фонд капитального ремонта тратит собранных денег, ну вот, с граждан, сколько-то финансирует бюджет. Я не помню, какого уровня, федеральный или субъект. И эта пропорция должна была с каждым годом меняться. Шесть лет прошло. Вот на какой мыстое? Ну, собственные средства тратятся в основном на капитальный ремонт, который делается в общем порядке. Поскольку правительство понимает, что лифты, которые достаточно дорогостоящие оборудование, нельзя будет собрать собственникам средств буквально за 100 лет, поэтому оно привлекает средства со своего бюджета и субсидийного счета. Это у нас 70% вот в прошлом году за монтаж лифтов заплатило правительство. То есть вы хотите сказать, а, ну вот то, о чем мы говорили, что эта структура живет, развивается, и какие-то мир... И те же дома культурного наследия, там точно так же 70% у нас деньги правительственные, выделены бюджетом и комитетом по культуре. Ну, в конце концов, Россия социальное государство, и, в общем-то, и что говорить, опять же, и советской властью, и 90-ми, и нулевыми, да и десятыми кое-где мы довели жилой фонд до такого состояния, что приходится, ну, извините, да, изыскивать деньги в бюджете. Ну, я еще раз сказал, что, в принципе, дома стареют, если их не поддерживают, быстрее, чем даже люди. Вы в ЖКХ работаете долго, давно у вас есть опыт, да, и вот мы говорим о том, что, тем более вы считаете трехлетками у себя деятельность фонда капитального ремонта, прошло 6 лет, то есть вторая трехлетка, время подводить итоги, а давайте за 6 лет попробуем подвести, вот как было до, что вам нравится больше вообще, какая схема? Вот сейчас вот этот капитальный ремонт, хотя я понимаю, что вы на своей должности, наверное, сказать можете только одно, но все же, ну или давайте сравним, да, как было раньше, как стало. Я на своей должности, к сожалению, не так давно, но я могу сказать, что, в принципе, сама идея капитального ремонта, вот с аккумулированием средств на капитальный ремонт, это, ну, в общем целом, она правильная, потому что ни один дом он не соберет вот прямо вот сразу для того, чтобы отремонтировать себя, и, ну, не получится так. Есть дома, которые, вот мы считали экономически, они могут окупить себя, если они будут собирать там в течение 100 лет, то есть это, ну, и такая вот у нас. Но это уже пожилые дома, дома почтенного возраста, я подозреваю. Ну, это не только, это дома, это не обязательно почтенного возраста, это дома, которые имеют малую этажность и малую подъездность, допустим, а им не окупить, потому что кровля стоит там миллион двести, допустим, это вот сколько нужно собирать, по 7 рублей 55 копеек, чтобы... Это даже сравнительно новые дома, но просто малоэтажная застройка, да? Да, малоэтажная застройка, но их уже надо ремонтировать. И причем сейчас. Я как в своем доме живу, я все время как-то говорю, да у меня новый дом, у меня новый дом, новый дом, оглянулся, дом, это 13 лифт, и лифт уже потряхивается, когда едет. Ну, потряхивается, лифт должен проездить 25 лет, для того, чтобы вы поменяли. Вот-вот-вот. Если брать по три человека в квартире, которые живут рядом с этим лифтом, это огромный город. У нас время заканчивается. Андрей Леонидович, коротко, да или нет, если да, то просто скажем, где искать. Люди как-то, вот мы все знаем, что в публичном доступе выложены сроки проведения капитального ремонта практически каждого дома на сайте фонда капитального ремонта. Поменять сроки жильцы могут? Могут. Где взять информацию? У нас эта информация на нашем сайте. На вашем сайте? На нашу. Пол-центр, соцсети. Пол-центр, соцсети, пожалуйста. Итак, то есть это такая возможность есть, для многих это действительно важно. Андрей Воропаев, управляющий фондом капитального ремонта Ленинградской области. Спасибо вам большое. Самоважно, а еще, кстати, для того, чтобы поменять, нужно заплатить определенный процент средств. То есть у них собираемость должна быть ниже 95%. Долгов много? Долгов много, но мы, в принципе, на хорошем уровне. На хорошем уровне, приемлемо. Все, и ездите, прямой эфир, свои законы. Я Виталий Лукашов, программа «Студия 1», с вами не прощаемся. Вечером обсуждаем жуткую историю в Гачинском районе. Подозревают инцест, хранение оружия, домашнее насилие, практически организации семейной секты. И все это практически на виду односельчан. Как так вышло, обсудим на ЛЕН-ТВ 24.